Добрый день, молодой человек, это я вас звал. Слышь, для кого-то добрый, для кого-то не очень. Сугается, отзывается. Вы же мертвы, что из заявления считаете? Что у вас здесь, шарфор? Для кого-то вы спрашиваете? Вот я, смотрите, вижу, что у вас ли кто-то похож на писательный разгар, неправильно я снимаю? Я не живу по внутренним движениям. Распространяется как приказ МВД, да, распространяется только на приказы ДСК. Вот, а я как гражданин, да, у меня другие правила распространяются. Вот если вы не устраиваете, пусть вызывают полицию, пишут заявление, дуют, что кто идет. Вообще не понятно. Да, с чем? Вы вызывали. Давай, с чем его покрасите. Вот, да, с чем? Да, с чем? Нарушитель порядка. Я нарушитель. Я заявитель в данном случае, я заявитель. Я так могу я у вас посмотреть по аспортам? На какого основания? Заявление на меня поступило, если поступило, то говорите. Если заявление поступило, ознакомливайте, я с удовольствием выполню законный текст. О, это с вами почти коллеги. А можно я снимать? Че, че, че? Ничего. О, поискарты. Здесь точно. Кем или чем? Кем или чем? Почему? А чем запрещено это так? А ты че здесь стоишь? Я не понял. Слушай, а ты не знаешь, что это... В офисе банка запрещено постоянно. У меня через водитель, конечно, платили. Кем запрещено, чем? Ни хем. Представь. А что ты такой, представься? Мне это интересно стало. Нет, что ты не хочешь представляться. Вот это вы занимаетесь. Что это задается такой? Вопрос какой? Вы же мешаете? А у меня к нему вопрос. Ну потом, я освобожусь и занимаетесь потом. Не мешайте нам, пожалуйста. Что-то там векает или не предчитали. Это что такое, вот здесь подглядываете? Ну вот, векает. Ну вы собираетесь, собираетесь, у меня влечем уже кубку. Представься, делаем. Вы знаете, я занимаюсь. Что это такое? А дам к ножку. Привет, замечательно. Не вижу золотой, к сожалению. Стажёр, партнер, у нас Екатерина. Екатерина, кто вы управляющий здесь? Зовите, пожалуйста. Здравствуйте, как видите? Здравствуйте, Сергей Родинович, я заместитель, поделюсь. Новский Олег. В чём вопрос? Спокой, Олег. Новский Олег, да. В чём вопрос? Новский Олег, вы заместитель, а управляющий на месте? Я не вижу, что он с клиентом сейчас. В чём вопрос? Это просто управляющий? Вот этот управляющий, директор, вот он, да? Я вам сказал. Вот этот человек, да? Который... Я вам искал, да? Ага. Чём вы можете рассказать? Ну, у меня вопрос в том, почему такие директора некомпетентные, не грамотные, безграмотные, по моему мнению, работают в ОТБ. Я являюсь клиентом этого банка. Имею и рублёвые, и долларные счета. Прошу прощения, как можно вам обращаться? Меня зовут Александр. Обращаться можете... Ну, я в Свере всегда говорю, когда... Срашу, как можно обращаться? Я всегда говорю обращаться ко мне, может, мой господин, там, и так далее. Понятно. А вот интересная скриптура. Давайте по имени, пожалуйста. Вопросы в чём, скажите сейчас. Ну, у меня были вопросы, но сейчас у меня другие вопросы. Уже по поводу управляющего. Потом говорим, запрещена фото-видеофиксация. Вообще, должно быть какое-то официальное разрешение, да? Какое? Хорошо. Сейчас вопрос даже не в виде фиксации. Вы обратились в банк. Нет, сейчас в видеофиксации уже вопрос. Потому что он для меня стал первостепенным. Тот вопрос, по которому я сюда вообще изначально пришёл, как клиент банка, уже отодвинулся на второй план. Потому что в стране, к сожалению, развелось много всякого пытла. Много всякого пытла, которое нарушает права граждан в большей эмоции. Который не представляется. Александр, давайте всё-таки перенёмся к первому вашему вопросу по обслуживанию, да? Не могу. Вот первый вопрос у меня уже стал по поводу недодиректора офиса банка. Давайте я не перехожу. Я сказал, по моему мнению, я постоянно проговариваю даже. Я имею право на своё мнение. Мы здесь находимся, работаем, да, чтобы решать вопросы клиента. Давайте вернёмся, пожалуйста. Хорошо. У меня тогда вопрос такой. Он говорит, я не буду это говорить. Чем или кем. Запрещена видеофиксация в банке. Вернёмся, давайте к вопросу всё-таки по продуктам банка. Мы сейчас, ну, не говорим о том, что... Продуктам банка мы вернёмся позже. Потому что я на протяжении всего бизишев банк намерен вести видеофиксацию. Да. Ты в Беларусь что-то изводил, слышишь? Чё с тобой, вон, вы три часа вместе. Что заявление в консорке, в консорке, в консорке у компании ВЦБ. Хотел, чтобы ты вышел, расцепил все, вы, представился. И вот он сказал, что запрет видеофиксации, не до этого. Чтобы создался на то, что право, чем, чем, когда люди будут ставить. Я вам документы показывать не обязан. Если вы не согласны... Саша, решился на регламент, буду нам помнить, хорошо. Сначала будешь на цепи, потом подойди к нам представить. Истрать свои косяки хотя бы. Вы выйдете, пожалуйста, талончик, сядьте, вас вызвезли. И тогда мне... Нет, талончик я уже... Я директор, не ослуживаю клиент. Я в твоем отделении, где такой директор, не буду обслуживать. Хоть и являюсь клиентом банка, длительное время. Просто ты что-то попутал, к сожалению. Ты не на своем месте. Да, он, медодиректор, как всегда, очередной. Пора его в разряд горников перейти. Кажется, приехал. А, это эти что ли? Подчиненные обнулены сейчас, походу, да? Так. Чего у нас? Ну, вот в конце вы прошу. Дистратки. Добрый день. Молодой человек, это я вас. Слышь, для кого-то... Клиент. Для кого-то добрый, для кого-то не очень. Сугается, отзывается. Да. Вы же, Мирсов, на чьё заявление? Считайте. Чего у нас здесь, шархот? А вот вы это вот спрашиваете. Вот я, вот я, смотрите, вот вижу, да, что вошли что-то похожее там на, кстати, в разгаре. Правильно я понимаю? Вот это тело. Почему тело, да? Потому что без опознавательных знаков. Вот у них даже стажер имеет бейс. Уважительно общается с клиентами. Вот молодец. Какое-то тело без бейса, без знаков, что трёхглазое, при чём тело? Я смотрю, там два ещё искусственных стеклянных глаза есть. Ну да. А сейчас на сегодня? Ну, вот я видел, как оно нажимало кнопку вызова, да? Причём, пришёл от службы в банк, веду в виде фиксацию в церкви защиты своих законов, как интересное, что я имею полное право. А какой-то выдвал, мне запрещают снимать, я не знаю, кто такой. Очки я могу и на помойке найти, одежду, как у него, я тоже могу на помойке найти. Бейзин, алюм, металл, не потерплю, свои полномочия. Закон не сослался ни на один регламент, кем-кем запрещена. Я не живу по внутренним распоряжениям, как распространяется, под приказ МВД, да, распространяется только на представитель МВД. Вот если он не устраивает, пусть вызывает полицию, пишет заявление, дует, что... Суд там, полиция там, всё просто. Вот, если он директор, если я испанский лётчик, и зовут меня Фулио, кто сказал, что мог? Наши люди сказали, что могут быть безопасно. Пожалуйста, снимайте. Ты сказал, что не могут. Ты за свой базар отвечаешь, Амёрт. Не отвечаю. Не отвечаю. Три много, что не отвечают. Знаешь, что бывает с теми, кто не отвечает за базар? Наверное, знаешь или знаешь? Стоять с ним рядом, зашквар, он, наверное, знает. Всё, вы уладили суток? Нет. С его стороны сейчас было самоуправство, сейчас будет вызван наряд полиции. Запрет звучал, зафиксирован на видео, и полицейские будут принимать заявление по факту самоуправства. Это административка 19.1 Куар. Разрешите. Здравствуйте. С шоссе революции дом 20 ВТБ банк требуется наряд полиции, либо кто-то тот от МВД, кто сможет... С шоссе революции дом 20 ВТБ банк? Да, да, заявление в устной форме. Что случилось? Да, здесь происходит факт самоуправства. Управляющий озвучил запрет на введение фото-видео фиксации внутри отделения банка. Зачем-то вызвал на нас представителей Росгвардии по кнопке. Нарушил наши конституционные права в части статьи 29, части 4 Конституции Российской Федерации. Здесь просто кто-то тот нужен, кто имеет полномочия принимать заявление в устной форме. Надеюсь, существовавшийся, что войдет в политику. Кто-то подводит. Кто-то идет. Сколько он берет с амплёма в работе в других деревьях? Вообще непорядок. Здравствуйте. Вы вызывали. Я, чтобы его покрасить. Здравствуйте. Нарушитель порядок. Я, нарушитель. Нормальный привод. Бабушка, что ли? Заходите, пожалуйста. Здесь у меня приемная сегодня. Здесь, ну, надо это устное заявление, чтобы вы приняли на представительный банк. Пошли туда. Куда-то есть. Куда-то, куда-то, куда-то. Куда-то, куда-то, куда-то. Куда-то, 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 куда-то. Куда-то, куда-то. Куда-то, куда-то, куда-то. Куда-то, куда-то. Куда-то, куда-то. Асанин снимает. Давайте представлюсь я, а потом представитель. Да, давайте. Хоть один полицейский сейчас за первый. Теревну, на теревну часть. А вот он сейчас. Андрей Директорович. Приважный документ, мой вой. Документский вряд ли, потому что у вас реглан, документский. Чтобы вам было комфортно общаться, я вам сообщу. Меня зовут Александр Александрович. Фоминия моя мамка. 19.3. Знаешь, что это такое? Знаю. Вот. Но там речь идет именно про законные требования. А что, я бы документы запрашивал, что это незаконные требования для полиции? Ну, у полиции есть основания требовать документов, тогда, когда гражданин совершает административное право нарушение, подливается в совершении преступления. И когда есть на гражданина, ориентировка. Тогда именно истет такое, что вы находитесь в помещении банка. И что? Помещение. Это не магазин. Это не улица, понимаете? Это не улица. Не улица, да. Общественное место. А у вас поступило заявление? Нет. Ознаточиться и где на меня поступило? Нет. На вас заявлено. Я заявитель в данном случае. Я заявитель. Я так могу я у вас посмотреть по аспортам? А какое основание? Заявление на меня поступило? Если поступило... Заявление. Заявление. Если заявление поступило, ознакомливаете, и я с удовольствием выполню законный эффект. Заявление принимать будете или отказываетесь? Заявление примем после предоставления ваших документов, пожалуйста. Могу их видеть? А бывает то, что человек примет с собой документы, и вы откажете, прием заявление, вы лишите... Хорошо. Тогда я готов послышать ваши проблемы. Что случится? Заявление. 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 На мой взгляд, происходит самоуправство с 19.1 вклад. Так как в данном отделении банка, оно расшается, конституционные права граждан. Какой-то неизвестный человек, вот он стоит вот здесь в этой будке, он говорит, что он якобы директор офиса, данного офиса ВТБ Жанка, он стал запрещать вести видеофиксацию, что нарушает наши конституционные права.